Всем привет! Меня зовут Станислав Иванов и с вами очередная сессия распаковки. На этот раз в рамках нашего обзора мы сможем познакомиться чуть поближе с новой коробкой от Dungeons & Dragons 5 редакции, а именно Essentials Kit. Он пришел буквально недавно, до этого он был эксклюзивом для одной американской сети, теперь же доступен для широкой продажи, в том числе на Amazon Marketplace. Возможно, что он доберется потом и до других площадок, ну а может быть там еще и до локализации. Прежде всего стоит сказать, что это дополнение, скажем так, к стартовому набору, или же его замена, или же, скажем так, вторая часть. То есть любой из этих вариантов будет здесь правильным, потому что оно играется как отдельно, как вместе, так и вместо путешествий в копию фан Делвера. И тут сразу стоит сказать, что данная история тоже происходит неподалеку от Фондолина, поэтому, как мне кажется, соединить два приключения в одно будет весьма удачной идеей. Но, опять же, это каждый для себя решает самостоятельно. Наверное, давайте уже все-таки откроем это счастье и посмотрим, что находится внутри. Прежде всего, дайсы. Как многие, в принципе, говорили о том, что не самое гигантское и прекрасное качество продукта, но, вспоминая то, что было в фан Делвере, в принципе, ничего не изменилось в худшую сторону. Примерно то же самое, зато больше. На самом деле, мне не хватало некоторых кубов, некоторых дайсов, когда я вводил то же самое фан Делвер и хотел, например, придерживаться каких-то стандартных наборов. И приходилось пользоваться своими собственными дайсиками, которых у меня, конечно же, гораздо больше, чем там было по базе. А новым мастерам все это великолепие, я думаю, пригодится. Тем более, что их персонажи в их историях могут использовать, на самом деле, все эти кубы. Ну, ладно. Итак, что дальше у нас здесь есть? Это дракон, собственно, пик ледяного шпиля, Dragon of Ice, Перепик, это приключение. То, для чего мы здесь и собрались, ничего, стоит играть даже с Драгонс, именно по официальным модулям. Позади у нас есть прекрасная иллюстрация, которая вполне себе даже олдскульно напоминает мне об иллюстрациях ДНД, так знаете, 80-х, даже 90-х годов. Но со своими, конечно, особенностями. Здесь вот волшебница и прочее. И небольшая легенда для карты. Мертвая лошадь, большое оглавление. Здесь есть локации, советы по тому, как водить, а также, что делать дальше. То есть, и, естественно, статблоки существ, которые здесь участвуют. Их описание. То есть, в принципе, иллюстрации сделаны хорошо. Некоторые из них, можно сказать, новенькие. Вот тут карта. Карту не надо никому показывать. Вдруг играть будете? А, все, карты, 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 карты. Карты, там какие-то склепы мелькают. И все, и снова, и увы. Здесь просто текст. Думаю, не сильно будет это спойлерно. Дальше текст. Опять карта. Уже ближе к финалу. Все, дальше. Давайте. Ну, давайте еще какую-нибудь иллюстрацию. Или мы будем исключительно в картах и прочее. Ну да, вот. Конец приключения. Что ждет тебя дальше? У Гнома почистый инженер, плейтестеры, там, правила по существам, приведенные здесь из базовых правил, а также монстра мануала. А также прекрасные иллюстрации, в том числе и достаточно нового существа. Это поклонник Талоса, злого бога. И он, собственно, весьма яростен, как и должно быть. Ну, здесь некоторые иллюстрации, которых раньше, на самом деле, не было. Это приятно. Хорошо иметь новые картинки. Тем больше их можно показывать игрокам, пугать их и там проще. Ух. Так что в этом плане работа сделана отлично, как мне кажется. И, в принципе, авторы не поскупились на то, чтобы внести все, что нужно в это приключение. Конечно, я его спойлерю отчасти, но раз дракон нарисован, дракон внутри тоже должен быть. А если вы играли в Фан Делвер, то, возможно, вам это даже понравится. Затем коробочек. Коробочка, ну, для всего подряд. Я думаю, сюда можно и карточки вложить, которые здесь есть, и дайсики. Дальше начинается огромная, прекрасная куча выдавливаемых карточек, которые позволяют инициативники, то есть, выдавать каждому свою карточку. И тем самым игроки не запутаются, кто куда походит. Разнообразные памятки. По состояниям, по бою. Приятно, полезно. Даже есть картиночки. То есть, люди постарались сделать все, ну, скажем так, более визуальным и понятным. Дальше идут такие инновации данного набора, как Sidekicks, а именно спутники искателя приключений, которые позволяют играть в него, там, даже в одиночку. Потому что с вами вместе будет ходить кто-то из этих прекрасных девяти, ну, почти что героев. Или же кто-то, придуманный вами самостоятельно на основании правил по Sidekicks, включенных чуть дальше. Но если воспользоваться этим, то у них уже есть персоналити и прочее. Интересно, и, в принципе, можно картинки смотреть. Дальше магические предметы тоже все выдать, показать. И тем самым наглядность, она становится еще большей, чем было прежде. Правда, к сожалению, картинок я вот не вижу. Я считаю, что это упущение можно было нарисовать вот здесь маленькую картинку бутылочки. И квесты. Квесты показывать точно не буду. Это все 9 основных квестов Ice Par Pico. И если вам удастся их закончить, то, считайте, вы прошли приключение. Вот такие интересные карточки. И современный мир предпочитает делать все визуально, а не письменно. Больше раздаток богу раздаток. Уходи. Так, карта. Карта, которая, в принципе, не сильно изменилась по сравнению с Lost Mine of Adelor. Но теперь она отдельная, а не встроена в само приключение. Это хорошо, потому что позволяет, опять же, помочь наглядности. Красивая и, в принципе, видно, что Фондолин продолжает жить своей жизнью. Во. Большая книга правила. Она весьма толстая, давайте даже скажем точно. 64 страницы плюс заднее приложение касательно состояний. То есть, в принципе, все то, что есть на карточке, есть еще и в тексте. Не поленились. Вот правила по сайдкикам, а также их уровням. Трестанных вида. Спилкастер, колдун, воин и эксперт. Причем, спилкастер может быть как целителем, так и атакующим персонажем. Это хорошо. Если посмотреть на оглавление, то помимо прекрасной девушки с собой, здесь есть достаточно стандартный набор рас и классов. Также основные правила по ДНД пятой редакции. В отличие от Фонделлера, здесь нет пригенов. И здесь зато есть, в принципе, правила по созданию этих самых персонажей. Часть из них упомянута в том числе и в приключениях. Вот здесь опять собака куда-то летит. Поэтому, вместо того, чтобы давать вам готовый продукт и тем самым сподвигать к его использованию, вам рассказывать, как сделать себе собственного персонажа, свое альтер-эго и ввести его дальше в историю, которая начинается в Айспарпике, а продолжится еще неизвестно где. С одной стороны, удачное решение, потому что оно сподвигает людей творить. С другой стороны, когда вы встречаетесь буквально на несколько часов, и, возможно, это единственный способ заинтересовать людей, не имея чего-то готовое, будет играть против всей игры. Но, опять же, это мое мнение. Также уникальная вещь – это ширма, демо, которая включена здесь. Здесь также есть та самая иллюстрация, но она расширена, вот тут орки выглядывают. И дракон, тот самый дракон. Внутри, если сравнивать со стандартной и ширмой мастера текущей редакции, то есть там, где красный дракон летит незнамо куда, то, в принципе, все полезные вещи по типу действий, состояний, сложностей, типов навыков и прочего сохранены. Никаких больше странных имен и тому подобного. Ну, в общем, достаточно полезно. Разный, как называется, свет, сервисы, еда, ну и даже хитпоинт объектов, если захотите что-нибудь ломать или ваш персонаж захотит что-нибудь ломать. Мне, на самом деле, во всех этих стандартных официальных ширмах не хватает списка всех предметов из Player's Handbook, которые можно приобретать. Но вот что-то, видимо, для этого нужно делать самостоятельно. Так, оп, мы это не показываем. Так вот, листы персонажей пустые, готовые к заполнению, к новым героям. Рекламка. Ну вот, научись играть, открой свою историю, развей ее и отправься во все-все-все приключения ДНД, купи все это, порадуй визра за закос. Но здесь приятный бонус, с другой стороны, который я не буду показывать, есть ключи для ДНД Би Янг, где можно вот это самое приключение SPRP получить бесплатно, а также получить еще целых три приключения продолжателя, которые доведут вас с шестого до уже даже тринадцатого уровня. Ну и приятный бонус в виде там скидки на цифровую версию ПХБ в том же самом ДНД Би Янде. Так что вот такой вот набор, который позволяет вам сказать, что в ДНД пятой редакции есть коробка, которая не пуста. Потому что, к сожалению, стартовый набор прошлый был достаточно бедненьким в этом деле, а стартер-сет Stranger Things и того хуже. Ну, в принципе, стиль игры в данное приключение, насколько я знаю, достаточно рваный. То есть у вас есть некоторые задания, вы их выполняете, потихоньку растете в уровне, вы понимаете все более сложные вещи. То есть это не длинная-длинная связанная история, а набор проблем, которые вам нужно решать, и уже на их фоне есть определенный сюжет. Это нормально позволяет, в принципе, вводить вам, разбивая свои приключения на несколько сессий. Учитывая, что у этого все еще есть продолжение, то занять можно достаточно много времени. Фокусируйся. Так что хороший набор. На самом деле, я считаю, что Визрос и Закос сделали неплохую работу, в том числе и с сообществом, узнав, что им нужно, как им это нужно, и под каким словом все это преподнести. Надеюсь, что дальнейшие продукты будут не хуже. Там, например, осень выходит сет от Рико и Морти. Но это уже совершенно другая история. На этом же я заканчиваю свой небольшой обзор. Надеюсь, в принципе, сыграть с кем-то в это приключение, порадоваться, ну и, в принципе, придумать и раскрыть еще больше интересных историй. Пока.